продолжаем наши студии рассмотрим структуры разрушающие функции лиспа это довольно деликатный момент я вам в первой лекции говорил что чистый язык это язык который порождает код не меняющий исходных данных вот все функции которые мы с вами до сих пор составляли они как раз удовлетворяли принципу этой частоты ну практически все практически все собственно все рекурсивные и большая часть функциональных удовлетворяли принципу функциональной частоты в них не было побочных эффектов и даже во многих функциях не было переменных и явных присвоений но на самом деле лисп не является чистым языком лисп поддерживает функциональную парадигму но чистым функциональным языком он не является почему во первых потому что имеется функция set q ну и некоторые ее модификации которые позволяют менять исходные данные явными присвоениями и во вторых потому что имеются функции которые позволяют менять структуру списков до сих пор когда мы из одного когда мы скажем писали функции ну вот в сегодняшнем в сегодняшней практической части мы делали функцию которая расставляла уровни вложенности или мы делали функции которые что-то удаляли из списка во всех случаях мы исходный список не трогали мы создавали его копию на выходе но оказывается в лиспе можно работать по-другому можно просто менять структуру заданного списка ну во всяком случае иногда это даже оправдано потому что позволяет экономить память для того чтобы менять структуру списка можно модифицировать а и д указатели списочных ячейк и при этом естественно списки изменится для таких манипуляций в лиспе имеются две функции рплак а и рплак д ну такое странное трудно произносимое название рпл это от реплейс ну c это c а это кар cd это кдр то есть модификация а указателя и модификация д указателя применять функцию очень просто у этих функций два параметра первый параметр это где менять то есть нужно явно указать объект который мы меняем и на что его менять то есть прежнее прежнее содержимое а или д указатели заменяется на новое содержимое вот пример предположим мы с вами создали список из трех атомов трех чисел раз два три если мы выполним вот такую функцию рплак а z минус единица то что у нас получится что первый элемент списка станет равным минус один остальные элементы списка не изменится и это при этом мы не создаем копию списка это мы меняем тот список который связан с переменной z а вот например что будет если выполнить вот такой вызов кдр z нил если мы рплак д кдр z нил давайте попробуем разобраться вот картинка графическая которая показывает что собственно говоря здесь происходит кдр z это все то что идет вторым и последующими элементами это хвост списка мы у кдр z модифицируем поле d то есть на самом деле мы модифицируем поле которое указано красной стрелкой после атома 2 и в него мы записываем нил что произойдет после модификации у нас получится вот такая структура а какому списку это соответствует как она будет выглядеть скобочной записи вот так при этом мы просто отрезали последний элемент а теперь давайте исполним смертельный номер что получится если мы возьмем список например из трех элементов и вызовем рплак д вот таким вот образом кдр z и ссылку на кдр z установим на начало нашего списка ну наверно кто по проницатель не уже догадался вот это поле которое должно модифицироваться в нем сейчас нил после модификации в нем будет вот такая ссылка и у нас получится циклическая структура если мы попытаемся ее напечатать то это получится вот что такое abc 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 и так печать зациклится получается что вот такие циклические структуры можно создать но их нельзя изобразить скобочные записи ну в действительности в современных листах так делают распознают наличие циклов и ставят специальность ну скажем символ шарп решеточки показывают что дальше идет циклическое повторение в моем холм лист я поступил просто такая циклическая структура пытается распечататься до тех пор пока не выполнится какое-то достаточно большое количество циклов печать после этого ставится многоточие теперь мы рассмотрели прямую модификацию а и d указателей соответственно не функциональное не чистое обращение со списками но тоже в общем близко вполне допустимо а теперь давайте рассмотрим еще один очень важный момент который называется уборка мусора дело в том что лист это язык с динамическим распределением памяти нас не должна беспокоить мы никого у нас нет специальных средств для того чтобы выделять память когда нам нужно создать список на вопрос создаем и все не беспокоясь о том есть у нас память или нет когда на список не нужен мы машину не рукой бросаем и что-то с ним потом происходит на самом деле происходит довольно интересные вещи вот давайте посмотрим на эту картинку на которую мы уже сегодня любовались в первой части предположим мы в текущем контексте создали локальную переменную а которая равна вот такому списку b c d и ну и может быть он создали что-то еще остальное нас не интересует как я уже показывал такая картинка такому списку соответствует вот такая картинка в текущем контексте создается пара а и указатель на вот этот список из b c d и хорошо теперь после этого выполняем присвоение сетки у а равно единице теперь д поле желтой ячейки будет указывать на атом 1 это понятно а вот эта связь с прежним списком который у меня сейчас за черным она разорвется но тут показано что вот эта связь разрывается стрелочка ликвидируется и что же станет с теми ячейками которые на черном фоне что станет эти ячейки стали так называемым мусором они занимают место то есть они соответствуют каким-то списковым структурам но на эти списковые структуры никакие переменные либо другие объекты не ссылаются вот определение мусор языках программирования это занятая память на которой никак не ссылаются никакие другие объекты это общее определение мусора а тут написано применительно к листу занятые ячейки на которые не ссылаются никакие другие объекты листу а кстати Может ли атом стать мусором? Может, если нет ни одной немусорной ячейки, то есть ячейки, которая активна, которая бы на этот атом ссылалась. Когда это бывает? А вот мы сейчас приведём такой пример. Но сначала задумаемся вот над чем. Понятно, что мусор надо удалять и память эту утилизировать. То есть утилизировать в том смысле, что делать её опять доступной для повторного использования. В современных ЛИСП-системах утилизация мусора обычно производится автоматически. Тем не менее, в стандарте предусмотрена специальная функция ЖЦ, которая это сокращение от garbage collector. То есть сборщик мусора. И эту функцию можно вызывать явно. Но, как правило, это не нужно. Но иногда всё-таки может оказаться полезным. Вот давайте рассмотрим вот такой пример. Мы создали список из 200 чисел. Когда-то я вам показывал... Ну, в принципе, можно вызвать функцию range. Функция мк-лист создаёт... Это рекурсивное создание списка, но он получается вывернутым. Вот список из 200 элементов. После исполнения ядром ЛИСПа этой команды обычно выходит системное сообщение. Утилизированный ячеек 0, атомов 192. Ну, почему 192? Ну, 8 атомов, ну, это обычно 1, 2, 3, они уже используются в каких-либо формах ЛИСПа, и поэтому они не являются мусором. А вот атомы, которые возникли в процессе вычислений, там, 105, 106, 107, они как раз нужны только до тех пор, пока печатается результат этого вызова, а потом они становятся мусором. Ну, вот хоум-лист, например, он следит, и когда количество мусорных ячеек становится достаточно большим, он автоматически вызывает уборку мусора. Обычно это бывает в паузе между выполнением человеком команд. Ну, вот я вам это и рассказал, вот на следующем слайде как раз это и расписано. Возникло в процессе вычисления возникло около 200 новых атомов, вот, а после возврата из функции эти атомы больше никому не нужны. Они стали мусором. А вот давайте посмотрим. И тут нам вызывать сборку мусора явно не надо, потому что она вызвалась автоматически. А теперь давайте посмотрим вот на эту картинку. Здесь у нас список 1, 2, 3. Мы с помощью трюка СРПЛАК-Д превратили этот список в кольцевой. 3, 1, 2, 1, ну, в общем, короче говоря, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 и так далее. Потом мы взяли переменный С, присвоили 0. Вот эта циклическая структура должна была бы стать мусором. Она мусором и станет. Но беда в том, что она так в памяти останется, потому что на каждую из её ячеек ссылается другая ячейка. И ни одну из этих ячеек нельзя считать, что на неё нет ссылок. Вот. А чтобы удалить такой мусор, нужно явно вызвать сборщик мусора. Вот, посмотрите, как это выглядит. Как выглядит сообщение, которое получится, когда мы удалим мусор после трюка с циклической структурой. Атомов не удалён ни один, потому что мы никаких новых атомов не создавали. Атомы 1, 2, 3 уже давным-давно созданы и лежат в лист-системе. Вот. Но зато удалилось 3 списочные ячейки. Вот эта троечка показана... Она показана красным. Но это достаточно редкий случай. Вообще, в нашем курсе мы больше с циклическими структурами не столкнёмся. Но это... Поэтому это я вам показываю просто как ну, своеобразную такую экзотику. Теперь давайте разберём, как работает уборка мусора. Это полезно представлять себе. Хотя сейчас существуют и новые, более быстрые, более оптимальные алгоритмы уборки мусора. Но я вам рассказываю ту, которая была в ЛИСПе от веку. Потому что ЛИСПа – это, на самом деле, первый язык с автоматическим распределением памяти и сборкой мусора. Вот. Значит. Классический алгоритм уборки мусора двухпроходовый. Сначала всё, что есть в ЛИСПе, то есть атомы и списочные ячейки, размечаются. Рекурсивно обходятся все списковые структуры. И поскольку у информационных и списочных ячеек имеется специальный бит, предназначенный для сборки мусора, этот бит поднимается. То есть на следующем этапе будет ясно, что ячейка отмечена. Значит, если какая-то ячейка мусорная, то есть на неё не ссылается ни список объектов, ни какие-то другие структуры, лежащие в памяти, то она, естественно, под разметку не попадёт. И у неё этот бит окажется опущенным. Ну, нулевым. Размечается абсолютно всё. Текущие контексты, контекст глобальных переменных. Ну, это требует какого-то ненулевого времени. Ну, обычно в холм-лиспе, поскольку у меня уж нет таких особо больших, крупных программ, всё-таки это происходит достаточно быстро. Ну, там, за секунду-другую. А потом, у которых ячейки, у которых бит мусора не поднят, они просто удаляются явно. Ну, это делается за кадром, средствами, которые встроены в ядро миска. Ну, вот. А раз они удалены, то память под них утилизирована. Вот так это, вот примерно так это и работает. Мы с вами в этом коротеньком шаге рассмотрели важные моменты. Мы рассмотрели модификацию указателей листовских ячеек, рассмотрели структуру, то есть, это называется структуроразрушающей функции, потому что они позволяют менять структуру без создания копий. Рассмотрели, что такое мусор, рассмотрели алгоритм уборки мусора. Ну, в общем, повысили свой теоретический уровень. Теперь давайте ненадолго прорывемся и потом продолжим дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok